Вдоль трассы, ведущей в Ленгерс, недавних пор начали устанавливать новые ограждения. Это инициатива главы Талибийского района Бухарбая Парманова, говорят строители. Жители Ленгера, в свою очередь, считают это занятие бесполезной тратой народных средств. Тем более, что для возведения железного занавеса приходится обрезать деревья. Ленгерцы возмущенно заявляют, что есть более серьезные проблемы, требующие решения, нежели заборы. Я первый раз в жизни за свои 70 лет вижу, чтобы вот эти елки обрезали зимой. Их сейчас, я не знаю, вот обкорсачили, но это их право. То, что делается сейчас мне это. Во-первых, морозы, идет снег, люди возятся в грязи. За счет чего вы сейчас строите? Бюджет еще не рассматривался, бюджет не выделялся. За счет чего, значит, нельзя открыть предприятие. А почему можно, почему можно вот это делать? Видимо, заборы нынче в тренде. Их установили и на одной из улиц Шимкента, ведущей из аэропорта в город. Жители теряются в догадках, что или кого хотят за ними спрятать. Изначально, как только начали ставить этот забор, мы были категорически против. Во-первых, это некрасиво. Мы как на зоне теперь, получается. И вообще, от кого закрываются? От нас? От жителей, что ли, закрывают? Кого? Высокие ограждения мешают и бизнесу. Предприниматели говорят, что уже успели ощутить на себе все прелести работы из-под забора. Я, честно говоря, не могу понять, кому нужен этот забор. У нас автомойка. Если раньше в день заезжало около 50 машин, то сейчас до 20. Дело в том, что с дороги нашу автомойку не видно. Мы специально баннер сделали, чтобы нас хоть немного видно было. Представители Акимата Шимкента уверяют, что мера – это вынужденное все дело в нерадивых предпринимателях. Мол, не хотят бизнесмены приводить внешний вид своих объектов в надлежащий. Вот и приходится тратить деньги, чтобы скрыть неэстетичные здания от посторонних глаз.